Всем привет, с вами Тед, и сегодня у нас гайд на терранов, то есть если вы хотите узнать как играть за террана против зергов в StarCraft 2, мы попали по адресу, поехали. Начинается все достаточно стандартно, с оплаечка у нас идет, затем газ, газ до барака это важно, да, потом идет барак. И это очень крутой тайминг на самом деле, большинство зергов просто могут не сообразить, что он надвигается и вообще не отбиться сразу же проиграть. Но даже если зерг понимает примерно что ему делать, вы скорее всего выйдете вперед. Обязательно разведка на 18 лимите, вот эта СМ должна поехать, посмотреть, чтобы это не был 12 пул, иначе вам придется конечно же защищаться от него, то есть не ставить здесь CC, идти сразу закрываться. Вот, если 12 пула нет, тогда мы начинаем с реактора, да, реактор на бараке, реактор на бараке. Какой-то у нас билд именно начинается. Затем идет Factory, и таким образом мы получается делаем быстрый реактор, быстрый Factory, делаем два марика и начинаем закрывать стенку потихоньку. Вот, идет у нас два марика, затем мы идем, идем, идем дальше. И как только два марика построились, перелетаем, перелетаем обязательно бараком и продолжаем делать марика. На место реактора ставим Factory и ставим Starport, рабочим, который делал Factory. Как только поставили Starport, сразу же делаем газ на главной базе. Вот, как только достроили эту, естественно стараемся как можно быстрее превратить ее в орбитальную станцию. Вот, и собственно делаем, делаем, делаем геликов, мариков по одному, геликов по два и Starport делаем Medivac. Как только заказали Medivac, сразу же готовимся, нужно как можно раньше сделать Armory. Вот, как только накопили газ, ставим Armory, наделается 46 секунд и таким образом мы в Medivac садим мариков и всеми геликами едем вперед. У нас должно быть 6 гелионов. Можно заказать еще 2, тут уже на ваше усмотрение, но в целом хватает 6 именно для этого тайминга. Таким образом мы приходим через всю карту и посмотрите внимательно. У нас вот Armory готова через 10 секунд. Через 10 секунд у нас долетает Medivac, скидывает мариков и за счет того, что у нас Armory готова, мы делаем Телбатов. Именно так. Именно так. Параллельно с этим, пока вы все это делаете, вы делаете на Factory, на Старпоте, по Техлабе. Вот. И желательно во время этого пуша, во время этого пуша сделать сразу же танк. Сделать можно Баншу. Танк и Банша вам помогут защищаться, если к вам сейчас придут в атаку вражеские собачки или еще кто-то. Вы просто закрываете стенку, здесь у вас есть малики. Вот. То есть это вполне безопасный, классный стиль, как можно играть. Дальше, конечно же, вы продолжаете строить рабочих и, собственно, играете в свое любимое ТВЗ. То есть тут дальше продолжений куча. Можно сделать два барака, перелететь этими зданиями, потом после первого танка, первой Банши. И делать уже Био, к примеру. Можно играть в мех. То есть вот этим бараком улететь и поставить в Factory и играть в мех. Вот. Но самое главное здесь. Самое главное здесь. 4.25. Вот эти трансформеры нападают. Трансформеры нападают. Это просто очень жестко. Они приходят, прогоняют к вину. Стеночка уже такая не поможет, конечно же. И здесь сила именно в том, что мы идем не только хелбатами, потому что хелбаты очень медленные. Мы идем еще и мариками. А марики как раз таки убивают королев. Да. То есть проблема у обычного хелбат-пуша в том, что королев неким убивать. Ну и здесь есть марики. Посмотрите, как быстро королевы ложатся. И зергу придется просто убегать с дронами. Желательно, конечно, в этот же момент, как я говорю, тратить ресурсы. Да. То есть специально поднабрал этот реплей вам. Потому что здесь я не трачу ресурсы. Я просто бегаю за дронами. Вот так вот их нажигаю. Здесь, там, выгоняю. Знаете, вот загоняем как свиней. Просто дронов как свиней. Фокусим королев. Потому что марики их очень легко убивают. Гоняем этих бедолаг дронов. Просто жигем сколько можем. Если они от нас убегают, берем обязательно хелбатов с собой медивак. И гонимся дальше за дронами. То есть максимальная фокусировка только на дронах. Все. Атака захлебнулась. Я понимаю, что ладно, здесь это все поумирает. Тоже нанесло какой-то урон. Здесь вроде бы это все заканчивается. И вот отсюда я уже начинаю, собственно. То есть рабочих каких-то строил. Он на этом закончил. Как быстро потратить ресурсы? То есть, в принципе, вот атака как бы ясна. А какие могут быть проблемы? Вы можете сказать. Окей, а что если меня чизит? Вот что если чизит? Как вообще отбиваться от чизов? Я вам покажу буквально в ближайшем будущем. Здесь же я покажу одно из продолжений. Заказываем каких-нибудь юнитов. То есть здесь это рейвен. Я думал похарасит может быть рейвеном. На самом деле лучше баншу. Баншой намного выгоднее отбиваться. Она просто стоит и наносит урон. Потому что у зерга нечем бить по воздуху. Он шел в контратаку. Я повесил за ним медивак. Один из таких приемов, как просто медиваком пользоваться. Для того, чтобы следить за армией соперника. За армией зерга с тараканами, к примеру. Здесь же мы строим спокойно третью базу. Сделаем много бараков. Это будет игра в био. Обязательно, обязательно мы достраиваем соплайки. То есть просто тратим ресурсы. Просто тратим ресурсы. Собираем, собираем огромную толпу. И поставив третью базу. Обязательно идем в пуш. Нам не нужно останавливать давление. Мы уже начали давить на зерга. И стоит продолжать. Понимаете, если мы остановимся, зерк сможет сравнять игру. У него уже 68 рабочих. Он их строит намного быстрее, чем мы. Я же не даю ему возможности вернуться в эту игру. Прихожу. Ну и собственно, естественно, вот этот пуш. Просто для него будет очень сложно. Я даже не раскладываю сначала танки. Отстреливаю сначала. Только потом танки раскладываю. И посмотрите, как сыпется зерк. Зерк просто рассыпается. Вот. И что? Давайте покажу, как действовать, например, против Бейлинг Баста. Итак, как играть против Чизов? Посмотрите. Мы разведываем, что все нормально. Что есть хетчери. На этом я, в принципе, разворачиваюсь. Меня все устроило. Это не 12 пул. Все окей. Я продолжаю делать билд. Продолжаю как бы играть то, что нужно играть. То есть все по плану. Дальше развиваемся. То есть марики, замена. Вот. Все окей. Но посмотрите, посмотрите. Соперник прибегает к нам с собаками. Я думаю сразу, ну две собачки, ладно, ничего страшного. Двумя мариками начинают сражаться. Понимаю, что это больше, чем две собачки. Думаю, ну ладно, ничего. Микрим, микрим. Мариками выходит еще один третий марик. Тут не домикрили, конечно же. Но в целом, ладно. Одного марика потеряли. Убили четыре собаки. Все окей. Приходят еще собаки. И тут я понимаю, ладно, что-то не так. Что-то он замыслил. Вот. Как же мне выживать? Как переживать этот чиз? Посмотрите. Гиллионами я уже агрессивнее. Я агрессивнее дерусь с этими собаками. Я понимаю, что можно немножко себе позволить. И в этом и секрет. В принципе, ранние вот эти чизы, они как раз таки зависят от того. И основаны на том, что у терна не будет много юнитов к этому моменту. Но у нас здесь от Бейлинг Баста все, как говорится, тип-топ. Вот посмотрите, гиллионы хватает. Они отбиваются. Отбиваются от собак. Я делаю бункер. И тут самое главное. Самое главное в этот момент не моргать. Не моргать. Следить за тем, что происходит. То есть вот здесь я такой думаю, ха-ха. Ну что-то у него пошло не так. Собаки идут, отдаются. Вот. Ну они отдаются-то и отдаются. Но он уже готовит как бы дальнейшую свою атаку. То есть здесь мы вот этих собак отбиваем. Все вроде бы окей. Переживаем. Самое главное, что если вы понимаете, что это идет чиз, что у вас нет возможности идти прямо сейчас в контратаку, в пуш. Вам нужно стабилизироваться, поставить стеночку, чтобы вы могли спокойно выходить. Очень важно продолжать делать юнитов, во-первых. Во-вторых, опять же, тратить грамотные ресурсы. Против чизов очень подойдет банша. Банша и танк. В данный момент я не могу построить баншу и танка. То есть я отбиваюсь на гиллионах. И вот здесь вот забегание, отбив на гиллионах. Я думаю, ну ладно, все нормально. Вывел рабочего, лечу гиллиона, съехал вниз. И вот это была моя ошибка. То есть в этот момент я смотрю сюда, такой все окей. Поставил за бункер, да, красивое все положение. Все вроде бы окей. И занимаюсь своими делами. Тут смотрю что-то на главной базе. Начинаю добавлять экстра соплаи. Потому что кончились. Заказываю, как раз таки, техреактор. Вот реактор это ошибка. Техлаба нужна. Нужна банша. Нужна банша. Нужно поменять местами гиллиона и мариков. И начать делать мариков и сделать танк. Тогда бы я хорошо отбился. Но при этом все равно можно выжить. Вот здесь еще ошибочка. Я что-то обнаглел и решил. Я буду играть в био. Меня сейчас давят. Но я потом пушем приду с грейдами. Все хорошо будет. И поставил две инженерки. Это вот критическая ошибка. И выехал. Посмотрите, я выехал гиллионами вперед. То есть у меня была идеальная позиция. Я выезжаю гиллионами вперед. Это ошибка ошибок. Потому что сейчас я буду смотреть сюда. Сюда смотреть. И потом я посмотрю, что тут у нас происходит. Начну менять пока барак. Пока переезжать. Он словил волшебный тайминг. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь в бейлинге врываются очень быстро. Убивают мне всех гиллионов. Но все равно бункер. Марики. Обязательно стеночка. Все это помогает нам выжить. Пережить эту атаку. И зерковать. Душить. Душить до конца. Но в целом, как вы видите, что выживать можно. Можно выживать спокойно. От всех этих харассов. От харассов атак и прочего. То есть главное, что зерлинги не бьют по земле. Поэтому мы в любой момент цс-шку можем поднять. Просто банально, как здесь. И здесь я построил либератор. Раз уж у меня все-таки реактор. Стенка у нас взрывается. Но либератор просто вот такой зоной сможет помогать вместе с танком защищать нам базу и все остальное. Поэтому два либератора вполне помогают защитить и сс-шку и все остальное. Рабочих спасаем в медивак. Поэтому креативим, креативим. Как можно только выживаем. Главное, всегда знайте, что как только вы пережили атаку, вы в принципе должны быть впереди, скорее всего. Поэтому, когда вы впереди, просто немножко проверьте это. Полетите, чем есть, похарасить. Это может быть медивак с мариками. В моем случае пара либераторов. Прилетаем, начинаем убивать немножко дронов. Возвращаемся назад. А тут у нас апгрейды. Тут у нас все апгрейды делаются. Танки делаются, делаются. Медиваки. И сразу же идем добивать. Я говорил, никогда не пускайте зерга развиваться. Как только вы отбились, сразу идите в контратаку и посмотрите. Посмотрите на эту контратаку. Чем он сможет ответить? Чем сможет ответить этот зерг? Он делает муту. Ну, естественно, если бы мы сидели дома, он бы нас гонял этой мутой. Возможно, он бы нас напрягал. Хоть как-то и пытался стабилизировать игру. Но мы пришли. Мы принесли бой на его территорию. И на его территории мы здесь сейчас напрягаем его, а не он нас. Естественно, он пытается мутой как-то облетать, что-то делать. Но мы мариками бегаем в этом кружке, на этой арене либераторов. Вот. Таким образом мы можем спокойно защищаться от бейлингов, от лингов, от всего остального. Вот, как вы видите, спокойно, смело поднимаемся и крушим, крушим зерга. Вот такой вот отличный, я думаю, гайдик. Я думаю, вам билд этот понравился. Ребята, с вами был Тед. И до новых встреч.